А теперь минутка занимательной теории. Когда мы ныряем, внешнее давление увеличивается, легкие сжимаются, и давление воздуха в легких тоже увеличивается. Из-за этого усиливается диффузия кислорода, кровь. Получается, мы нырнули на задержке дыхания, казалось бы, должна возникнуть гипоксия жесткая, но на самом деле происходит гипероксия. То есть кислорода больше, дышать легче. Какой вот парадокс. Наоборот, когда мы всплываем, давление уменьшается, легкие расширяются, и кислороду сложнее поступать в кровь. И из-за этого самый опасный момент в редайвинге – это последние 10 метров всплытия. Потому что в это время концентрация кислорода падает очень сильно из-за того, что давление внешнее в два раза снижается, и легкие в два раза расширяются. И поэтому страхующий партнер всегда встречает фридайвера не на глубине, а именно на последних 10 метров всплытия. Ну и, кстати говоря, если вспомнить про нырнительный рефлекс, к нему еще относится ларингоспазм. Это непроизвольное сокращение мышц гортани при попадании в дыхательный пути воды. То есть ларингоспазм нас предотвращает утопление, если случается кратковременная потеря сознания. Поэтому если это вдруг и случится, то страхующий партнер будет иметь время, чтобы прийти на помощь и снизить все риски.